здравствуйте уважаемые зрители сегодня мы вместе с вами будем тестировать бмв 135 2019 года в кузове f-40 это совершенно новый концепт от бмв это совершенно другой автомобиль потому что они построили на базе переднеприводного автомобиля здесь мотор стоит уже нет так как обычного бмв а поперечно на не вдоль а поперек поэтому это уже совершенно другая езда и совершенно другой другой автомобиль он совершенно по-другому себя чувствует кстати благодарен автосалону хоффман в ингольштадте скину ссылочку на его салон в описании пожалуйста зайдите на сайт google напишите поставьте 5 звезд напишите в instagram сделайте пожалуйста отзыв об этом автосалоне что спасибо вам большое вы дали нам автомобиль на тест драйв и благодаря только этому автосалону мы показываем данный автомобиль сегодня мы проехали уже 230 километров у нас к сожалению ограниченный пробег 300 километров мы можем проехать на нем чувствует себя автомобиль не как кузове f20 сразу это почувствовал потому что на автобане в общем вы позже увидите этот тест драйв как мы ехали сейчас мы хотим показать вам экстерьер а это я считаю больше корейц мы сейчас только что разговаривали смотрите когда я ехал я обратил внимание машина ехала спереди а я ехал сзади и вот эти вот вот эти вот лисины глазки лисичкины глазки и они похожи на кардиограмму эти вот ты ты сюда бы еще одну поставить ты 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 и здесь еще одна ты ты выглядит прикольно вот глушитель ехали мы в машине и спорили постоянно хороший звук плохой звук плохо слышно да не слышно ничего и еще он не отстреливает я еще ни ни разу не услышал он где-то нет у него хотелось даже на 1 и 4 а вабата он отстреливает вот вот она фишка вот почему его любят люди потому что он громкий на этом все . да вот сейчас было нормально ну далеко не очень но здесь все равно я когда даю ему газа и когда он начинает сбрасывать я жду вот этого здесь его нет просто ты если ты услышишь ты слышишь далеко далеко но заводского не хватает хотелось бы сюда как вот в ford rs 2 и 3 эко boost вот там звук ты видел нет слышал вообще посмотри как видео на ю тубе там есть сравнение rs и golf r например там просто там rs рвет там такой звучара просто а-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та там прям я кстати думал взять rs rs к тоже да стоит 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 примерно короче 29 35 зависимости какой 27 даже есть без ндс это вместо копейки да ну хочется чего-то такого спортивного чтобы и я не ездила кайфовала но форт на механике а механику я вот прям вот ну прям вот скрипя зубами хочу нифига она врубила да нет пор подарит больше эмоций вот по поводу звука если звук даже в аббате было прикольно а там 1.4 здесь конечно этот быстрее этот комфортнее у этого все есть темпоматы рулит подруливает навигация огромная но у бати был звук прям бра-ра-ра-ра-ра ты его заводишь он аж вот так вот свистел двушку докинуть и хороший звук будет отличного кстати сон система в машины знаете вот эти на дизельный которые ставят они запрещены в германии их нельзя ставить вот этот бокс который ставится под бампер задний с кнопкой здесь включаешь любые звуки у тебя получается они запрещены в германии не заставить и на м4 cс по моему стоят тоже друг другую глушитель и вот он громче чем положено по закону закона езда децибелы сколько можно и он громче но так как это с завода разрешено прикол когда ты стоишь снаружи ты слышишь у него два выхлопа то есть один идет здесь он активный всегда а здесь пассивный я сейчас вам продемонстрирую он открыт да он открыт смотрите вот сейчас он закрылся и вот сейчас он открылся то есть это не как в с 8 которые наделали audi нам да это реально активный выхлоп который работает который звучит пердит или как там еще называют но в машине шумоизоляция достаточно хорошая это подчеркнул при тест-драйве кстати по шумоизоляции вопросов нет для единички для копейки для этого вот кузова я считаю отлично сделать может она слишком новая еще потому что даже если сравнить его с mercedes-benz gt-43 который мы снимали на канале я считаю в нем тише у мэса ты постоянно ехала ты слышал колеса то есть вот здесь отсюда вот шел шум вот этих вот ты постоянно слышал как мол колеса отрабатывают по асфальту слушал слышал шум колес а здесь этого нет то есть я считаю лично я если бы я брал себе эту машину я бы сюда поставил другой выхлоп а крапович какой-нибудь или что-то погромче потому что машина эмоционально у нее 306 лошадей она едет меньше пяти секунд ты хочешь от нее какого-то звука чтобы она прям где-то ты заехал нажал кнопку на у тебя пердела там хорошо там такой звук был такой басистый что да а здесь как бы все интеллигентно сделано у нас есть электрическая крышка багажника в бмв первой модели то есть фишек они сюда добавили достаточно место вот видите рюкзак два чемоданчика и полочка снизу все больше не елена ничего не за все электрическая крышка багажника сзади выйдет строго выглядит строго три якобы диффузора выглядывают но я думаю они тут сильно для скорости особо не помогают камеру заднего вида они оставили открытую хотелось бы чтобы она была как в гольфе или поссать и чтобы она закрывалась потому что постоянно камера мокрая сегодня целый день идет дождь сдаешь назад камера мокрая видишь видишь что она мокрая капли на мониторе также у нас появилась здесь ассистент заднего хода когда вы его нажимаете потом стоять 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 не хочу видишь иначе учили все словно поставлены машина сходит с ума ассистент заднего хода когда вы едете куда-либо я на бмв x7 мы это тестировали и это переняли сюда я считаю так круто что они сюда это поставили так как ты подъезжаешь куда-то заезжаешь до заехал в какой-то угол и выехать оттуда ну реально по зеркалам сложно даже не напрягаясь нажимаешь сюда и он запоминает последний не знаю сколько нам метров 500 по моему 400 сколько она запоминает ты можешь проехать обратно нажал на нее включил заднюю скорость и он тебя спокойно ведет по той траектории по которой ты ехал то есть заезжал туда это мега круто я считаю прям помощь водителю тем более водителю который не умеет ездить задним ходом выглядит сзади круто то есть она узнаваемая ты и понимаешь но сбоку сбоку прям я ее перепутал со класса она проехал думаю что за класса и 45 это знаете с поля нам большим и 45 и прям вот и смотришь вот эта часть вот вот здесь отсюда наверно вот досюда ну прямо класса нет вам так не кажется мне так показалось дизайн дисков раз два три четыре пять дисков по моему можно выбрать у него разных самые дорогие стоят 1510 евро или по-моему не самые дорогие самые дорогие черные 554 вид также есть в черном виде здесь у нас как бы даже не черные колпачки для зеркал и вот это я подчеркал вот такие риски на мерседесе были вот с этой стороны у бмв они сделали снаружи тоже подчеркивать его спортивность прикольно сделано мне нравится у нас лет фары смотрите как они светят мы сейчас четко видим пучок фар досмотрите в точку прям светят лет фары прям видно на вот сейчас хорошо очень видно и уже не видно так вот снаружи вот этот вот это решетка радиатора это 135 также есть простые решетки обычные бмв которые мы привыкли в полосках это будет 116 118 120 это чисто м-135 вот такая решеточка спорно конечно не знаю что они хотели с этим сделать вот такое мне что здесь нравится так этот цвет золотистый такой матовый цвет выглядит бодро если честно смешанные чувства когда я подошел к ней выглядит вроде круто этот м-пакет это все видно его надо привыкнуть вот когда я подошел к бмв тройки я сказал да вот это круто сделали вот это сделали круто вот это ништяк вот это огонь выглядит все там внутри в салоне кстати в салоне она мне больше нравится чем снаружи снаружи как-то ну вот так себе вот эти вот диффузоры торчащие здесь снизу губа вот это круто сделали губа конечно здесь вот уже спойлер такой серьезный здесь новая фишка открывается машина подходя к ней без ключевой доступ хотя он здесь тоже есть вот нажимать его ключ остался такой же ракушкой ничего не изменилось какой у него комфортный вход мы подходим к машине она сама открывается нам нажимать ничего не надо вот это офигенно руль остался тот же как и во всех м как последнего поколения м руль с подогревом у нас автомобиль в полной комплектации автомобиль стоит 135 x-drive он стоит 61 тысячу евро я насобирал машину на 63 с чем-то или 64 тысячи евро но я выбрал все у меня была тонировка у меня был харман кардон здесь здесь вот в этой машине не хватает тонировки харман кардон это комфортный пакет даже панорама они сюда сделали кстати в абасту невозможно поставить на 135 нет места наверно потому что в конфигураторе не было предложения поставить в баспо я бы хотел ты смотри как бы прикольно прикольно показывать снизу дождь ассистент полос работает показывает то есть причем включен всегда не как в мерседесе только когда ты включишь его на темпомат работает всегда если мы съезжаем он нас тянет обратно и моргает причем когда он два раза съедет он потом начинает тебя здесь предупреждать что ассистент полос включен будь осторожней сейчас смотри я сейчас съезжаю испугался испугался я сам это сделал вот сейчас вот смотри вот это будет видишь он сам подвернул под рулился попробуем еще раз там автобусе и а второй раз уже заехал но короче это не активный круиз это просто поддержка то есть но он спасет если ты будешь ехать там где-то засмотрелся он тебе раз из каждого сейчас ответе от дружище ты заезжаешь на полосы может тебе отдохнуть панель меняется в трех видах опять же у нас есть спорт комфорт и и к провод мы сейчас на спорте едем включим на комфорте он становится оранжевый и когда мы переключаем на и к про он становится вот таким голубым и причем здесь мы видим расход средний на 9 и 1 и когда мы нажимаем чуть посильнее он будет сейчас не загорается почему-то раньше у нас загорался красным что типа ты сильно быстро едешь или сильно так что надавливаешь нет а вот сейчас и что круто в копейке есть сиденья электрические с и памятью теперь выками в копейке по-моему я еще ни разу не видел в копейке память сидений и вот еще смотрите я считаю не это переняли они многие цвета взяли прям смене вытащили то есть они поняли что людям нравится менее у них вот такие фишечки всякие есть цвета здесь вот опять же все синий вот он горит вот всякие есть белый белый стал зеленый зеленый стал сиреневый круто я считаю вообще круто под настроение раз себе оранжевый вот и оранжевый прям вот в тему здесь синяя панель строчечка эта колоночка синяя строчка к так как у нас она в м-пакете и когда машина закрыта вот это крайне сложно прям не тяжело потянуть пробовал нет она прям закрыта ты чувствуешь ее что машина закрыта раз и а вот когда открыто на раз и легко открывает тоже на мелочь но приятно и и вот эти вот желтые да вот эти полоски не так же у нас вот здесь смотрел горят там а вот здесь уже нет то есть они только в этом месте про здесь у нас по панели опять же очень прикольный сделал очень прикольный держатель телефона сделали он на индукционная индукционная зарядка когда ты укладешь сюда тут небольшой держатель его он тебе почти полное две зарядки в уэсбе есть одна у sb и есть одна у sbc вот тут с камера вот здесь вот он у sbc панель точно такая же как в бмв x7 хотелось бы сюда конечно сваровский было бы вообще круто но я думаю сюда ребята уже придумают самостоятельно эти фишки от сваровский рычажок в конфигураторе кстати сваровский я не видел а функция авто hold эко про комфорт переключается на как 1 а как одна панель но она сенсорная что потому что она нажимается как одна кнопка вот она все четыре все остальное осталось то же самое карта навигация выйти в интернет мой тут просто вот я считаю вот что не хватает lexus так это вот этих приложений как с ними круто работать вы просто не представляете если у вас есть бмв если вы не пользуетесь этими приложениями вы совершаете глубокую ошибку потому что здесь можно просто у вас здесь календарь вам нужно зайти конечно сейчас в свой аккаунт и тогда вы например садитесь утром вам нужно выехать куда-то да и у вас вот например в календаре у меня вот календаре постоянно мы используем его сегодня у нас сегодня у нас вот видео снять бмв 135 но здесь нет адрес обычно мы добавляем сюда адрес до куда ехать и сколько ехать тебе навигация сама говорит ты когда садишься сюда тебе он самостоятельно предлагает ты хочешь поехать туда нажимаешь и он тебя сразу ведет на ту точку которую тебе надо мега круто я также делал в приложении для бмв это можешь отправить адрес бмв connected кстати он видит ваше приложение вот например у старса было сегодня приложение включено и он самостоятельно видел хотите соединиться с телефоном ты можешь подтвердить да и соединяешься со своим телефоном привет бмв о мне холодно я повышаю температуру и активирую подогрев сидений сейчас станет теплее прогрессе день смотри включила привет бмв мне жарко без проблем я снижаю температуру и деактивируем 22 и выключила подогрев причем я почитал в конфигураторе когда собирал машину подогрев сидений в моментально включается дуны и уже прям жарит то есть у нее самое начало когда вас сиденье холодное он включает сильно а потом делает тише короче вы можете теперь как сервера общаться в бмв первой модели то есть они первым сделала сделали хэй бмв хэй сири хотел сказать в третьей модели а потом x7 и сейчас вот короче у них у всех будет хэй бмв здесь панель у нас настройки климатической восстановки подогрев сидений максимально климатическая восстановка нам это не надо сейчас меню открывается меню качество воздуха циркуляция утрики отопление вентиляция уровень 22 пассажир это нам не надо кондиционирование включено синхронизировать мы можем полностью регулировка кондиционера давай не будем а вот регулировка подогрев сидений ниже 10 градусов подключается автоматически подогрев сидений тоже круто офигенная функция считаю автономная вентиляция но по-моему у тебя нет автонома что есть а почему я не мог и выбрать не видел может быть я чудо пропустил но в конфигураторе я не видел здесь осталось принципе все тоже самое офигенные кнопочки коротких настроек или быстрого набора вот например сюда сохранил сегодня быстрый набор данные поездки мы проехали 204 часа 9 и 2 то есть чтобы я сегодня не искал больше где находится это функция я сразу перекинули на 1 также мы можем например навигацию последние цели сохранить например вот так вот тэнс вайдхофен альтернативные маршруты на 3 альтернативные маршруты то есть мы можем таким образом здесь сохранить себе все что угодно в панели вот здесь вот еще хотел сказать смотрите это не кожа вот это не кожа это вот такая вот резина прямо в принципе пофиг резина резина как бы ничего такого а вот это обманщик небольшой на строчка есть но это не кожа это тоже резина но строчку сделали уже круто то есть это как бы под кожу но строчка уже вшита прям в резину сиденья спорт сиденья за 500 евро выглядит круто строчка здесь я считаю лучше чем кожа на кстати сиденье вы можете купить за тысячу 1200 или 1400 евро любые кожа на сиденье их по моему шесть видов сидений всего это нет пять видов сидений и это шестые то есть они есть кожа на выбираешь разных цветов там есть черный есть черный с перфорацией есть коричневый вот и эти сиденья стоят отдельно 500 евро ремень со строчкой кстати удобная я обалдел то что они реально настраиваются то есть поддержка здесь и поддержка хорошая она высоко настроена то есть достаточно боевые знают как делать сиденье и место тоже много если мы откинемся назад сейчас покажу вам я метр 76 если откидываясь назад вот я еле достаю до педали то есть я прям на тормоз еще нажму а вот на газ мне придется достать то есть ехать так не будет возможно но сзади уже никто не сядет там буквально лазит только кулак то есть место спереди будет вот так всем но если честно если я сам сейчас смотрел машину я бы наверное взял все-таки 140 а я сейчас покажу почему смотрите мы зайдем на мобили дыре и выберем да они мне же смотри стоят бмв 140 мы возьмем девятнадцатый год ну так чтобы сейчас если новую закажем он тоже 19-го будет да и 140 я выбрал до 30 тысяч километров от 302 лошадей то есть у бмв 140 340 лошадей там три литра и у нас всего 88 машин и теперь мы посмотрим первые машины начинается но 35 890 специал эдишн какой-то вот она одна фотография это еще думаю не в наличии давайте посмотрим дальше 35 990 вот это уже рестайлинговая версия по-любому да это уже рестайлинговая версия у него здесь вот по панели все мы посмотрим здесь панель вот это да она получается вот это стало маленькая она здесь была большая вот эти диффузоры были сверху повыше они сделали пониже а здесь оставили принципе то же самое немножко изменили там дизайн смотрится свежо ну и соответственно вот это вот панель стала 1 они поделили ее на 2 как джойстик и здесь вот эта крутилка то есть опять это все картинки это не не реальная машина которая стоит в автосалоне вот прокар белое спортивное сидение вот опять же здесь еще нет за эту цену за 36 тысяч евро ты не возьмешь с темпоматом активным но зато у тебя будет 340 лошадей и 3-х литровый движок это по сравнению то есть это стоит 60 сейчас можно нам за 50 заказать вот так набрать потом комплектации на десятку сюрприз от бмв и все кто любил трехлитровые моторы 6 цилиндровые у бмв плачут плачут потому что в бмв первой серии больше таких не будет вот он взяли они его с мини купер теперь это 4 цилиндровый бензиновый пооперечный он у нас полный привод зад перед но у меня такое ощущение что перед тянет здесь больше чем зад просто сколько раз вот я газу не давал ты чувствуешь на передом пошла а не задом прям вталкивает скорость туда вталкивает и разгоняет но все-таки чувствуешь то что это более перед неприводная база нет но у меня такое сложилось ощущение начинаешь набирать она ее в сторону тянет как-то покажем вам что здесь вот оно то есть я сюда смотрю теперь не как бмв я сюда смотрю как volkswagen golf r хотя если бы я выбирал между volkswagen golf r и 135 я бы взял на 135 и взял бы а взял бы точно они натяжитель ремня сделали на генераторе до этого я такого не видел прямо на генераторе а там есть еще один натяжитель нет там нет натяжителя катушечка 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 здесь что-то осторожно вас убьет током установку и демонтаж инжекторов следует выполнять строгом соответствии с руководством по обслуживанию но это понятно мы же все пользуются мы руководством по обслуживанию в гаражах где-то там в городе новосибирск третий ряд пятое место гараж закрытый конечно мы все лезем в бмв платим денег им и пользуемся руководством по эксплуатации кстати дает очень много да ты слышал как он стрекочет когда кто-то пленка на пластик ну круто выглядит да уже вечер чувствуешь прямо в руках по рулежке все отлично один момент был на автобане не понравилось при переключении или при торможении то есть ты когда начинаешь ему топить его чуть сносит влево такое ощущение как будто у тебя автомобиль подъедет он раз и вот так вот чуть и жопу под ну так вот сбрасывает его на сторону а когда начинаешь тормозить в другую сторону такое ощущение как будто у тебя колеса немного откручены до кого болтает но это только когда сильно резко разгоняешься когда сильно резко оттормаживаешься вот этот момент мне не понравился а скорее всего и наш менеджер который давал нам автомобили он тоже сказал когда ты включаешь на спорт когда ты включаешь на спорт в коробку и на спорт режим то тогда его начинает немножко сносить рулем скорее всего он это имел ввиду имел ввиду вот этот момент мне не понравился потому что когда ты ездишь на спортивном автомобиле ты все-таки хочешь чтобы она ехала четко ровно да ты дал газу и она так пошла а здесь он дал газу и тебе немножко подруливать надо и тормозишь опять начинаешь оттормазать оттормаживаться такое ощущение как у тебя рычаги разбиты это раз опять начинаешь подруливать или подрабатывать рулем корректировать это единственный момент а так по моему по автомобилю едет супер едет он за 4,7 или 4,8 то есть меньше 5 секунд разгоняется до 100 в мере скорости от нуля до 100 на мокрой трассе хочу следить 5,4 для мокрой трассы достаточно хорошо 5,6 ВЭС, все ВЭС, все включено где 5, где меньше 5 пожалуйста 4,8 вот это другое дело без ДСЦ едет вырубать его надо нафиг ой как он толкает неприятно а слышишь да это с турбины свести да видишь я опять бросил ее вправо повел и вот это постоянная канитель ты ему даешь газу ты его постоянно пытаешься словить причем когда ты сбрасываешь когда у него нагрузка заканчивается и когда начинается чик чик такое ощущение куда кузов поведенный вот особенно чувствуется при торможении его прям вправо начинает подтягивать мое личное мнение пока только вот мои ощущения по езде а так набирает офигенно вот если бы сейчас автобан был свободен но автобан в Германии не бывает свободен слушай ну включает она жестко она прям вталкивает следующую скорость не жалея прям что ты чувствуешь как ее тянет дальше он не переключает как обычно вот приглохла машина он наоборот он ее переключает втыкает и она еще дальше тащит то есть переключение совершенно другое как вот было раньше чувствуется спортивный автомобиль все равно мало 306 мало тормоза хотел бы лучше то ладно я после Кэмли сел ты сравнил Кэмли и BMW 135 я бы реально хотел сюда тормоза лучше я ездил на S6 вот это дизельные у той тормоза феноменальные там ты на них наступаешь ты прям оооооо ооооо какие тормоза я там шоке был я когда первый раз наступил я прям а здесь я вот уже вот сейчас вот опять нажимал на тормоз я опять почувствовал что тормозов они они немножко далеко их бы чуть чуть поагрессивнее сделать пока наш расход девять и один литр мы проехали в практически 200 километров я считаю для бензинового мотора достаточно хороший расход 9 литров прям идеально я бы сказал причем машина едет меньше пяти секунд максимальная скорость 250 километров в час 225 киловатт друзья на этом все мы приехали отдавать машину проехали ровно 300 километров 298 заправили мы сейчас на 47 евро 34 литра то есть машина у нас на 300 километров съела 11 литров вот ее средний расход но хочу сказать что мы ехали в спортивном режиме постоянно 80 процентов на спортивный режим мы ехали от 0 до 100 мы ехали на автобане пытались газу дать постоянно газовали то есть расход у нас был немножко больше чем в нормальном режиме как вы будете есть ездить по гражданке автомобиль мое личное мнение в салоне до кайфовый сделали все что возможно круто все сделали снаружи спорно спереди можно сказать да сзади да сбоку как бы а класса ну не знаю мне вот в прошлом кузове в 21 вот это рестайлинговая модель нравилась больше чем я думаю к этому просто нужно привыкнуть с одной стороны выглядит круто с другой стороны не знаю короче у меня спорные я еще не привык наверное к этому всему внутри до салон до поезде едет быстро ну что-то не не доделали что-то вот не так вот как то вот она не едет тут по бмв ски чтобы вот как может быть я слишком много ухожу от бмв первой модели а так все остальное мега круто мне все понравилось вот полностью взять в одно я бы да это было бмв с 40 135 в м пакете и x-drive 306 лошадей и прочее 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 нашем канале не забудь зайти в автосалон и кстати находится возле него пять минут до закрытия мы сегодня как по не с немецкой пунктуальность привезли машину 300 километров проехали привезли машину до 18 часов сняли видео сколько смогли погода спасибо тебе что дадала нам шанс хотя бы снатору снаружи поснимать до новых встреч пока лайк не забудь поставить автосалон и нас ждут будущее видео m5 m6 и все остальное покажем и и Субтитры сделал DimaTorzok